Плохо видно Вот этот дом построили сами вдвоем Я точно знаю Вот этот дом Огромный вообще Тут наверное метров Сколько у них метров? Метров 140 наверное Площади Нет, он больше чем наш дом Саманный короче Тоже построили сами Это наш магазинчик Я к чему все это говорю? Сейчас домой приедем Я как бы продолжу эту тему К тому что вполне возможно Вдвоем То есть семья, муж и жена Вполне могут себе построить жилье Представляете? Здравствуйте уважаемые зрители канала Деревенская жизнь на хуторе Дневник казачки Сегодня я бы хотела высказать По поводу недостатка Жилья Ну город я трогать не буду Потому что я живу в деревне И так далее Хотя в городе Вы знаете Недавно Ну как бы у знакомых Моих знакомых Вот эти вот истории Которые рассказывают По телевизору Когда люди берут ипотеку Молодые семьи Вот и потом вкладывают Деньги в строительство А потом строительство Почему-то вдруг Замораживается Деньги пропадают И они вложили кредит Который они взяли В банке То есть ипотеку Вот это оформили ипотеку И плюс материнский капитал В строительство Жилья И оно заморозилось На самом начальном этапе И в результате Получается такая история Что они Представляете Платят ипотеку Жилья нет И в помине Ну в общем Такая печальная история Но я хочу сказать Про другое В деревне Конечно с этим Проще Отставим те варианты Когда люди продают Квартир Приезжают в город Покупают готовое жилье Доводят там сразу Все до дела И жилье И участок Тут конечно Совсем другая история Вот Но в деревне Гораздо проще Как построиться самим У меня давно Как бы созрело Своё мнение По этому поводу Дело в том Что я считаю Что вот Когда люди Живут Как бы в старом жилье И ничего не делают Для постройки нового Тут есть много причин Конечно Отсутствие денег Это такая Ну важная Такая большая Глобальная причина Мы Тоже Спотыкались Об неё Когда мы только Как бы начали строить дом У нас не было денег Для того Чтобы довести его до ума И мы всё время думали Мы заработаем какую-то сумму Потом отдадим строителям И они нам возведут В общем то что мы хотим Но получалось так Что заработать столько У нас Не выходило И мой муж взялся За это дело самостоятельно И в результате Ну конечно Медленно всё это В общем я к чему К тому Что человек один Может построить себе дом Не дожидаясь Пока он заработает Там какую-то Глобальную сумму И наймёт строителей Для того Чтобы это они сделали За него Между прочим Даже на том же самом Ютубе Сейчас таких примеров много Сегодня Когда мы ехали По хутору Я специально С телефона Засняла Дома Которые построили Которые построили Семьи своими силами То есть он и она Муж и жена Но может быть иногда С привлечением Каких-то других родственников Возвели дома Близко мы не подъезжали Сейчас зима Конечно это не видно Но вот я сейчас Поставлю эти кадры Но хотя бы величину этих домов Можно рассмотреть Внутри там всё нормально Там на самом деле Всё очень хорошо Красиво Всё такое прочее И эти дома Люди построили с ноля На ровном месте На голом месте Как мне кажется Почему не все Идут на этот шаг На этот шаг То есть постройки Своего жилья Самостоятельно Мне кажется Ну опять же Есть разные причины Одна из причин Мы не привыкли Физически себя Нагружать что ли У нас вот этот предел Своей физической нагрузки У нас у современных жителей Очень низкий Понимаете как Если допустим Раньше люди работали До упаду И это было нормально То сейчас мы прекращаем Свою такую физическую деятельность По созданию чего-то В тот момент Когда мы начинаем Чуть-чуть потеть Как только мы начинаем Чуть-чуть потеть Мы понимаем Что мы организм свой Перегрузили И бросаем всё это дело А для того Чтобы возвести Какое-то такое Более-менее капитальное строение Естественно Нужно выкладывать больше сил Не все к этому готовы Потом понимаете Как ещё Ну как бы тут всё Мне кажется Взаимосвязано Не каждый может Построить для себя Вот то же самое жильё Когда у нас был Социализм Коммунизм В общем Все туда стремились Я считаю Что каждого человека У каждого человека Была нянька В лице вот этой нашей Власти Ну я не знаю Там Каждого человека Хочет он того Или не хочет Направляли По заранее Отведённой Как бы дорожке Если вдруг Не дай бог Он с неё сворачивал Включались Какие-то механизмы Которые направляли Заблудшую душу В общем В правильном направлении Сейчас таких барьеров Нет Дорожек этих нет Каждый рулит сам Куда ему нравится Но как показывает практика Не каждый может быть рулевым Я считаю Что есть доказательства Этого моего мнения И оно заключается Знаете в чём Как бы Действительность В которой мы сейчас живём Для всех одинаковая Более-менее Условия жизни У всех одинаковые Ну я конечно Имею какой-то Определённый пласт населения В общем Вот среди этого пласта Для всех рыб Которые там плавают Температура воды Одна и та же Как бы Глубина одна и та же Но почему-то Одни что-то добиваются По этой жизни Другие Другие Остаются на месте То есть это зависит От самого человека Сейчас такая жизнь Что каждый должен Проявить Как бы Свои способности И в общем Уровень его Жизни Напрямую Зависит именно от этого Никто не будет Его насильно Направлять К светлому будущему Если он сам туда Не направится То он так и останется На том месте Где родила его мама Ну и если продолжать Тему про жилье То несколько лет назад Буквально там Два года видимо Уже прошло С тех С той поры Как соседи У нас сами Построили для себя Дома Они купили Как бы Саманная Такой Ну уже Не полуразвалины Но уже Начавшиеся В начале разрушения Как бы здания Там оконные проемы Просели Вот эта вот глина Она же Если ее Постоянно тревожит Так как бы Корябать Она будет осыпаться И они довели его до ума Сделали полы насыпные Представляете Все эти Восстановили оконный проем Мало того Моя соседка Сама лично Женщина Лепила вот эти Саманные кирпичи Фотка Пожалуйста Вот Внизу Фотка Вот пожалуйста Внизу Видео у меня На эту тему нет Но это вот Стена Как она выглядела Когда она была Выложена Вот из этих Саманных кирпичей Потом они ее Заштукатурили Той же самой Глиной И сейчас Конечно у них Дом и внутри Снаружи Как конфетка Снаружи Они оштукатурили Все это делали Цементом Там никто в жизни Не догадается Что все это сделано Из глины Из самана Но естественно Он теплый Я просто к чему говорю Что если человек Захочет Если у него будет желание То он вполне Для себя может Свить гнездо Сам Вот Но естественно Это зависит от человека От того Сколько он согласен Приложить усилия Для того Чтобы улучшить Свои условия жизни У меня было видео Которое я потом Удалила с канала Возможно Я это сделала зря Но было очень Такое интересное Как одна молодая семья Построила Двухэтажный дом Из самана И вот они меня Вводили Как бы экскурсию Показывали Но потом Когда канал так вырос У него стало Много зрителей Много подписчиков Я от греха подальше Это видео удалила Потому что Комментарии бывают разные Одно дело Когда трогают меня Но есть такие придурки Которые могут затронуть Вот это Как молодое семейство Естественно Они обидцам Это не понравится Вот И я в общем удалила Это видео Хотя Жалко Он там рассказывал Про стены Про то Как штукатурить Как вместить раствор В общем Вводил меня там По второму этажу Там домик Конфетка просто И я его засняла Снаружи Вот Тоже представляете Они его строили Несколько лет Но построили И сейчас там живут Дом еще раз говорю Получился как конфетка И поэтому Знаете Вот когда Проезжаешь Мимо домов У нас тоже есть Брошенные дома Такие развальные Уже Начавшие разваливаться Меня все время Знаете Что в голову приходит Я думаю Вот Где-то там Люди Страдают от того Что им негде жить А смотрите Сколько домов брошенных Стоит развальных Ну казалось бы Приезжай и живи Никто же не едет Жалко что никто не едет Но естественно И дома вот эти брошенные Сгнивают И получается так Здесь Страдают дома А там страдают люди Которым негде жить Которые в тех же самых Ну что делать Но я опять упомяну Это в тех же самых городах Живут вот так Тесно-тесно В квартире Там несколько семей Понимаете как А здесь как бы Жилья завались Но Оно простаивает Пропадает Потому что Никому оно не нужно Потому что никому не нужно место Где стоит это жилье И вот я все же думаю Что вот эта цивилизация Нас испортила Мы настолько привыкли Принимать Вернее мы настолько привыкли Не принимать никаких решений Все решения принимают за нас Ну какие-то гаджеты Которые мы сами Для себя придумали Мы даже считать уже не считаем Понимаете как Мы не задумываясь Мы ни над чем не задумываемся Если нам надо Что-то посчитать Мы либо калькулятором пользуемся Либо ну я не знаю чем Нам понимаете Мы привыкли Что нам все время Выдают готовые решения Если раньше там допустим Даже лет 20-30 назад Тот же самый крестьянин Решал кучу задач Вот для того Чтобы сделать какое-то дело В его голове Решалось сразу Много-много задач То сейчас То сейчас С помощью всяких приспособ Мозг его отключается Понимаете как И наверное Вот это вот Мы все-таки В этом смысле деградируем Ну например Знаете Я вот долго думала Какой же такой пример привести Ну например Ну взять ту же самую Русскую печку Про которую я вот Ну довольно Есть у меня видео Короче на канале Про русскую печку Вот представьте Сколько хозяйка решала задач Для того чтобы спечь Тот же самый хлеб Она думала Какие дрова ей пойти наколоть На какие Какой размер этих дровин должен быть Как их уложить Понимаете как Сколько протапливать эту печь Это как бы разное время протопки В зависимости от того Когда она топилась Последний раз И в зависимости от того Какая температура Окружающей среды Где стоит эта печка До какой степени Ее протапливать Понимаете Сколько дров туда засунуть Когда их оттуда вытащить Как угли разгрести А может их вообще Не надо разгребать Как налить То же самое молоко Если допустим А мы же хлеб печем Я забыла Когда поставить хлеб А куда его задвинуть Далеко или близко Понимаете как А когда закрыть заслонку А когда открыть Чтобы ее посмотреть А может там что-то Надо повернуть А сколько его там держать Столько вот задач Решал ее мозг А сейчас все эти задачи Решает одна приспособа Наша газовая духовка У которой есть таймер Который мы поставили На 200 градусов Засунули туда каравай На 40 минут Через 40 минут Сработал будильник Мы даже не думаем Что нас что-то там стоит Мы занимаемся Какими-то там своими делами Вот Через 40 минут Нам прозвенело Мы А, ой У нас хлебушка Испекся И мы пришли И вытащили готовый хлеб А хлебопечка Там вообще еще просто Проще Она даже все Замесит за нас И вот Конечно Я считаю Что мы В этом смысле Деградируем Вот Ну и на этой бодрой ноте Видео я заканчиваю Кому есть что сказать По этому поводу Пишите в комментариях Давайте обсудим Вот этот Двухэтажный дом Между прочим Он тоже саманный И построили его Силами одной семьи Смотрите Какая прелесть Когда они его обложат Вообще будет Сказочка А не домик А это вот дом Старой постройки Я через окно снимаю Видите Ставинки Все Мне вот такие дома Нравятся Не знаю Ностальгии Меня короче Мучает И к нему пристроили Вот такую Эту Самую Ну современную пристройку Там котельная Ванная Все дела Словом Сейчас мне должны Отсюда Вынести ухват Говорят Что он не очень В таком В рабочем состоянии Ну в каком есть Тут же при доме Стоит летняя кухонька Там между прочим Печка В общем Оно вполне Жилое помещение Но считается Что летнее На самом деле Как зимняя кухня В общем там Вполне можно жить зимой А это вот тоже домик старый Вот люди раньше жили В таких маленьких хатках У моей бабушки Была вот приблизительно Такая же Вот Жалко что я не взяла Камеру Она приближает Не видно Он сделан Из полуплах Даже не из полубревина А из плах Наверное Бревно толстое Распилено На части 4 И толщина этого Бревнышка Вот из которого Сложен вот этот домик Ну я не знаю Там наверное 10 сантиметров нет И обшит он дранкой Вот А подранки Оштукатурен глиной То есть раньше Вот так Дома строили И все почти Дома у нас построены Именно так Потому что лес привозной Насколько я знаю Все дома Которые построены Из этих Самых плах Или бревен Но из бревен У нас нет Бревенчатых строений Вот они все Из привозного леса Лес сплавляли Насколько я знаю По Волге Я читала Эти исторические факты Вот Насколько я знаю На Саратов А потом Как-то доставляли сюда Некоторые дома Сюда вообще Притащили На полозьях Раньше дома Перетаскивали Вот И вот таким образом Создался Вот этот наш хутор Снежок идет Я жду пока У меня супруг Сходит за ухватом Редактор субтитров